Девочки и мальчики, а также их родители, ни в коем случае не покупайте игру Stellaris. Это самый опасный пожиратель времени, который придумало человечество. А создатели этого непотребства Paradox Interactive еще и издеваются. У себя на форуме опубликовали официальные разрешения не ходить на работу или в школу, которые вы можете предоставить своим боссам или учителям, если заигрались в Stellaris. Всем привет, вы слышите Лешу Халецкого, и в ближайшие несколько минут я планирую рассказать вам о самой залипательной стратегии этого года. Сразу предупрежу всех адептов игр от Paradox Interactive, я не фанат Европы Универсаль, Виктории и прочих стратегий от этой уважаемой фирмы. Поэтому мой обзор скорее от новичка, от человека, который впервые играет в что-то подобное. Хотя, каюсь-каюсь, все-таки в Европу Универсалис я играл, и некоторые отсылки будут. Если же говорить серьезно и не принимать во внимание вот мое предупреждение в начале видео, то игра отличная, и я вам рекомендую на нее обратить внимание. Но предупреждаю, действительно очень затягивает, и вы потратите довольно много времени. Я вот сейчас делаю обзор и вижу, что у меня 50 часов наиграно. Всего за несколько дней. Вы знаете, как вот в пошаговых стратегиях есть такой синдром, «Еще один ход и пойду спать». Но Stellaris же не пошаговая стратегия. Дело в том, что в этой игре постоянно что-то происходит, и тебе постоянно интересно, и не хочется, собственно, покидать этот мир, а и следишь, что там еще произойдет на наших планетах. В общих чертах Stellaris — это 4X стратегия в космосе, real-time стратегия, правда, с псевдо-пошаговым режимом, реализованным в виде паузы, нажимаемой пробелом. Если кто не играл в предыдущие игры Paradox, типа Европы Universalis, то система чем-то похожа, извините, на Baldur's Gate. В том плане, что вы вольны нажать паузу в любой момент, и в течение этой паузы делать все, что душе угодно. Если делать нечего, то пускаете real-time, и можете его ускорять, замедлять, и тоже со временем всячески играться. Тем не менее, так как тут довольно неспешное развитие событий, то ощущение, как от игры в пошаговую стратегию. Даже больше вам скажу, для меня чем-то вот эта вся механика напоминает браузерные стратегии. Помните, я вам недавно рассказывал об игре «Пути истории». Там, конечно, игра растянута на год, здесь побыстрее произойдет, но тоже намного дольше, чем в Циве той же. Сама игра проста, вам дается нация какая-то, извините, планетарная раса, которую вы должны привести к господству в галактике. Объяснение простое, но сделано все намного-намного интереснее. Во-первых, вам дается на выбор 8 рас, но не обращайте на них никакого внимания. Сразу идите в конструктор и делайте нацию под свой вкус. Тем более, что в игре, опять же, нации генерируются постоянно заново, и никаких знакомых вам соперников по прошлым играм в каждой новой партии уже не будет. В первый раз я играл за пернатых пацифистов, потом создал человеческую расу, которые неплохи были в науке, ну а потом угорел и решил показать свое истинное лицо, ведь на самом деле я гриб, поэтому играл за грибов коллективистов, которые порабощали все в галактике, что, в принципе, логично коллективистам, коллективному разуму само понятие раб чуждо. Они не понимают, свободны, либо в рабстве. У тебя коллективный разум, все твое существование должно быть посвящено одной цели. И дело здесь не только в том, что вы можете в каждой игре заново создавать абсолютно разные космические нации, и не только в том, что против вас тоже будут играть постоянно совершенно разные, генерируемые из множества параметров соперники, а в том, что вот это создание расы будет аукатством в течение всей игры. Многие технологии вы не сможете открыть, они вам просто будут недоступны, если выбрали, например, милитаристов, ксенофобов. Точно так же вам будут недоступны многие режимы правления. Они изначально там недоступны, то есть вы не сможете выбрать пацифистов-традиционалистов и взять режим правления деспотизм, например, или наоборот демократию, что вполне логично. И каждая игра, благодаря вот этим разным стартовым особенностям, будет проходить по-разному. Я уже тут не упоминаю лидеров вашей империи, или стран, или конкордата, которые имеют свойство умирать, переизбираться, в зависимости от того, какую форму правления вы выберете. Еще вы можете губернаторы планет посадить, у которых тоже свои особенности, и так далее, и тому подобное. И еще раз повторю, это влияет на технологии, которые сможете открывать. Кстати, перейду к технологиям. Тут нету древа технологий, привычного нам по другим играм. Точнее, оно как бы есть, его даже уже фанаты нарисовали, но в игре вы его не увидите, это сделано специально, потому что как только вы исследуете одну технологию, вам рандомом предлагается три следующих на выбор. Причем рандом в данном случае в кавычках, потому что вероятность выпадения тех или иных технологий тоже зависит от многих факторов, от упомянутых раньше мною форм правления, от того, какие вы технологии открывали до этого. То есть, например, если вы открывали расчистку определенной местности на планетах, то вот в биологических исследованиях высока вероятность, то будет открыта возможность колонизации планеты, на которой вот такая местность присутствует. Также вы научным кораблем можете исследовать всякие обломки, в которых есть некоторая часть исследования технологий, тогда эти технологии появляются, и так далее, и тому подобное. И хотя многих почему-то раздражает вот такая форма доставки до нас, возможности что-то исследовать, мне она нравится, потому что заставляет играть каждый раз по-разному. И при этом это не тот рандом, который дает сопернику преимущество, а вам, наоборот, делает хуже. Нет, просто игра делает так, чтобы мы действовали не по шаблону. И если вначале может показаться, что тут слишком много всяких возможностей и вообще навалено в кучу всего, то я вам хочу сказать, что по сравнению с Европой Универсалис, как раз все довольно просто. Здесь на самом деле, вот в Stellaris'е всего шесть ресурсов, из которых добывать по-хорошему вы можете только пять, а основных, если уж вообще так честно говорить, то всего два, то бишь энергия и минералы. Энергию вы тратите на содержание своей империи, то есть такой аналог денег, причем в чистом виде вы энергию будете тратить очень редко, обычно она тратится, ну я имею в виду единовременно, тратится только на расчистку планет, а так у вас постоянная трата там в месяц столько-то энергии уходит. А вот в чистом виде единовременно вы тратите минералы, там на постройку зданий, на постройку кораблей, поэтому это два основных ресурса. Есть три научных ресурса, то бишь так как у нас все технологии разделены на три подвида, инженерные, физические и биологические, или социальные, то вот каждому этому виду технологий требуется свой ресурс. Шестеренка для инженерных, Знак Атома для физических и какая-то зеленая планетка для биологических. Чем больше у вас какого-то ресурса, тем быстрее у вас в соответствующей ветке будут технологии открываться. Там, конечно, есть еще всякие модификаторы, но я так уже в дебри залазить не буду. Вот, собственно, и все, и вся ваша экономика строится на том, чтобы поддерживать баланс. Вначале вам хочется везде строить добывающие станции, но со временем вы утыкаетесь в нехватку энергии. Реал, надо искать где-то энергию, открывать технологии для повышения отдачи энергии. Справились с энергией, вы видите, что вы начинаете отставать по технологиям. Надо строить добывающие станции либо на планетах, либо в космосе. Ага, значит, вам надо заселять планеты, а поселенец у вас не открыт, или у вас не хватает планет, требующихся вам под ваш биом. Тут, кстати, доступно семь типов планет для заселения. Ну, на самом деле их восемь, но восьмой это типа опустошенная планета, там вообще без вариантов. А так семь типов. Океаническая планета, континентальная, тропическая, пустынная, засушливая, тундра и ледяная арктическая. И они расположены так вот таким кругом. И если, например, вы, ваша космическая нация родилась на континентальной планете, то, соответственно, и, конечно, будут подходить континентальные планеты и в меньшей степени океанические и тропические. Но, опять же, для того, чтобы на океанических и тропических поселиться, надо открыть кое-какие теки. В еще меньшей степени нам подходят арктические и пустынные. И вообще, не подходящие для нас, то есть на которых мы вообще в принципе никогда не сможем поселиться, это тундровые и засушливые. И такой вот принцип намного интереснее, чем в том же Мастер оф Райан, где ты можешь вообще на любой планете поселиться на самом деле, а потом только ее исправить. Нет, сначала надо так сделать, чтобы туда хотя бы можно было поселяться. Да, и в Стелларисе есть возможность терраформирования, но он довольно долгий процесс, по-моему, на 10 лет лично у меня было терраформинг. И тут сто раз подумаешь, нужно ли это. А вот такое разделение действительно позволяет не соперничать с другими нациями за планетой. Вы поселяетесь там на континентальных, они поселяются на тундровых планетах, и каждый друг на друга смотрит как на дебила, что живет в таких условиях. И тут не надо воевать за территорию абсолютно. Так как один из примеров возможности сотрудничества и сосуществования. Правда, к сожалению, сотрудничеству и сосуществованию противится цель игры, но об этом чуть позже, в минусах. Тут много всяких случайных событий, которые очень помогают погрузиться вот в атмосферу освоения космоса. Когда ваши научные корабли, исследуя планеты и звездные системы, натыкаются на заброшенные артефакты древних цивилизаций или аномалии на планетах. Причем, то, что вы будете находить, тоже очень сильно зависит от той парадигмы, которую вы выбрали. Например, если у вас такая верующая раса, то вы найдете храмы, посвященные вашим богам, внезапно построенные кем-то другим. Если научная раса, то чайник расала в обязательном порядке. То есть, вот эти случайные события тоже завязаны на вашем развитии, поэтому каждое прохождение будет уникальным, новым. Возможно, конечно, в будущем в гайдах найдут какие-то имбовые сочетания особенностей для каждой цивилизации, но судя по тому, как разработчики постоянно уже выпускают патчи и фиксы, баланс будет исправляться, тем более, что здесь есть с этим некоторые проблемы. Ну и раз я заговорил о проблемах, давайте более конкретно я выскажу, что меня не устраивает, тем более, что в Stellaris довольно много минусов. Во-первых, все-таки недостаточно дружелюбный интерфейс. Я когда стримил, многие, видимо, поклонники предыдущих игр парадоксов писали, что я зря придираюсь, но поверьте, ребята, я придираюсь не для того, чтобы очернить или обелить какую-то игру. В Stellaris интерфейс все-таки сложноват, но видно, что разработчики старались его улучшить по сравнению с предыдущими играми, и тут действительно многие моменты все-таки интуитивно понятны. Однако, пока вы до конца не разберетесь, вы частенько будете вспоминать парадокс недобрым словом, из-за того, что многие моменты не очевидны. Например, вот представьте, когда вы объявляете войну, вы должны отметить условия окончания этой войны. Вот если вы побеждаете, например, ваша цель в войне, чтобы ваш соперник стал вашим вассалом, появляется интерфейс определенный, и вы перетягиваете эти условия в панели. Кстати, очень классная идея, что вы объявляете войны не просто так, а с определенной целью, потому что, если вы без цели объявите войну, то, собственно, заключив мир, вы ничего и не получите, а вы получаете только то, ради чего вы эту войну объявили. Так вот, вы это условие перетаскиваете, да, а когда война заканчивается, вот когда вы хотите провести переговоры, чтобы получить то, что вы хотели, кстати, во время войны внизу справа появляется счетчик, и он в процентах показывает, как вы либо побеждаете соперника, либо ему проигрываете. Вот когда он становится зеленым, значит, соперник готов уже принять ваши условия. Так вот, в данном случае вы почему-то уже условия не перетаскиваете, а кликаете по ним мышкой, выбирая их, причем они так выделяются не очень явно, что порой и непонятно вообще, что происходит. Пользуйтесь Двагис для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте двагис.ру. Двагис, если быть точным. Или в конструкторе кораблей. Сверху есть разные варианты выбора корпуса. Тоже не очень очевидная штука. Многие просто заходят в конструктор кораблей и начинают менять в квадратиках то, что у них установлено. Так вот, я вам еще подскажу. Есть еще замены корпусов. Эти корпуса тоже открываются с исследованиями, но вообще в начале целых три корпуса есть, вы можете их выбрать. Они отличаются количеством слотов и слотов под большие, среднее или маленькое оружие и так далее. Под ангары самолетов. И даже несмотря на обучение, на подсказки, которые я рекомендую всем, кто начинает играть в Стеларис, обязательно включить, это все не очень очевидно. Если же брать стратегическую составляющую, то, по моему мнению, Стелариси очень куцый микроменеджмент. Правда, этим славятся практически все космические стратегии, к сожалению, но Стелариси, по-моему, вообще максимально упростили. Под микроменеджментом я понимаю развитие ваших планет. У вас на планетах просто теледаны квадратики, которые вы застраиваете какими-то зданиями. Ну да, там есть определенная система, там, если вы рядом с управленческим центром будете что-то строить, то это что-то даст больше ресурсов, да, там есть определенные клетки, которые дают чего-то больше, чего-то меньше, но вот сам микроменеджмент, он просто тупой на самом деле. И все, что вам надо делать, это ставить здания, а потом со временем их апгрейдить. Они абсолютно обезличенные, и все ваши планеты для вас будут сливаться какую-то в одну безликую планету. Хороший микроменеджмент в моем понимании это когда вы волнуетесь за каждый свой город, например, как в Циве, да, хотя что я говорю, тут вы, конечно, тоже за каждую планету будете волноваться, но вы вот в уме, например, там, играете за Россию в пятой Циве, думаете, что-то у меня в Москве, и вы прекрасно себе понимаете, что в этом городе происходит, как он выглядит, и что вы там строили, и так далее, и так далее, даже если у вас много городов, они у вас каждый такой индивидуальный становится. Здесь же, несмотря на то, что вы должны, я вам крайне рекомендую специализировать свои планеты, потому что на одной будет больше энергии, на другой больше минералов, все равно они вас сливаются в какую-то массу квадратиков, и все, и все эти здания, к тому же еще визуально здания очень плохо отличаются друг от друга, даже приходится периодически наводить мышкой, чтобы понять, что там вообще построено. С другой стороны, сразу видно, что в Стелларисе все-таки акцент сделан на общем огромном управлении вашей космической империи, а не на микроменеджменте. Тут смещен этот акцент, надо это понимать. И в связи с этим тут есть прекрасная система секторов. У вас изначально на старте игры у нас есть лимит на заселение планет, не больше пяти. Если вы заселяете шестую, то у вас начинаются штрафы к энергии, к добыче минералов и так далее с каждой планетой. Так вот, чтобы этого не происходило, вы лишние планеты можете выделять в сектора. Таким образом, вы ими сами уже не руководите, но можете опосредованно получать с них какие-то бонусы. Вы можете давать им специализацию либо на энергию, на минералы, на науку, на оборону. И на самом деле это работает очень неплохо. То есть остается вот эта экспансия, которая есть во многих стратегиях, но при этом вы не тонете в море микроменеджмента. Вы занимаетесь только своими основными планетами, а остальные объединены в сектора. Если вначале кажется, что вы просто там отдаете планеты на откуп искусственному интеллекту, то сыграв пару игр, я понял, что это очень удобная система и все намного лучше становится, чем если бы я сам управлял этими планетами. А себе я рекомендую вам оставлять только самые такие жирные, огромные планеты, которые действительно приносят большую прибыль, которыми вы бы хотели управлять все-таки сами. Еще один минус, который есть практически во всех стратегиях, это ощущение победы в то время, когда до конца игры еще очень далеко. Я уже успел победить и на самом высокой сложности, и хочу сказать, что да, тут искусственный интеллект соперников все-таки бросает вызов, но тем не менее, разобравшись с механикой, вы его быстро сможете победить. И еще, что странно, он тут довольно пассивен. Мне войну объявляли только угасшие цивилизации, есть там такие очень сильно развитые, и то они объявляют войну только если вы их потревожите, то есть, например, там одна цивилизация не любит, когда в соседних с ее границей системах начинают селиться, и она сразу объявляет войну, просто не делайте этого, и она будет с вами в хороших отношениях. А так, другие противоборствующие цивилизации, даже у меня там 200 с ними отношения с соседом, и он мне войной не объявлял. Хотя, вроде и армия нас наравне, то есть, не видно никаких причин, почему бы ему со мной не повоевать. И вот, в определенный момент, когда вы там уже за вас салили, сделали вассалами половину галактики, вы понимаете, что вы тут победили, однако, вам приходится еще воевать и воевать, просто чтобы выполнить условия победы. И тут еще один минус игры в том, что условий победы это всего две. Два, два условия, причем они практически одинаковы. Первое, это заселить 40% пригодных к заселению планет, а второе, ну, захватить все цивилизации. Причем, под словом все, например, не считаются те самые угасшие цивилизации, только равные вам по развитию. Вот и получается, что в итоге вся игра сводится к тому, что вы всех должны захватывать. Зачем же тогда тут альянсы и федерации, мне откровенно непонятно, потому что мирной победы я так и не увидел. Как нету ни экономической, ни научной, ни каких-либо еще. Хотя, казалось бы, в такой игре тут довольно много вариантов. Поэтому я вам даже на самом деле и не рекомендую до конца играть. Вот вы почувствовали, что все, я тут, видимо, победил. Все, начинайте в следующую игру. Вам даже ачивку, кстати, не дадут за победу. Тут нету ачивки за победы. Я как дурак на самой последней сложности победил, хотел ачивку, а ее нету. И, кстати, тоже предупрежу, что ачивки даются только если вы играете с установкой железная воля. То есть, там, где нельзя делать много сохранений. Вы сохраняетесь только при выходе из игры, и потом уже это сохранение грузите. Кроме того, вот сыграв, опять же, несколько партий, уже наиграв больше 50 часов, начинаешь ощущать некоторую пустоту в игре. И здесь, как мне объяснили фанаты парадокса, это все понятно, потому что к Стелларису еще будет выходить куча всяких аддонов. Однако, я вам обращу ваше внимание, это не то же самое, что с Beyond Earth, например, где без дополнения Rising Tide игра просто, ну, реально ощущается обрезанной. Стелларис сама по себе очень хороша, и вот эту пустоту вы ощутите не сразу. Именно поэтому я рекомендую ее вам для покупки. Но все-таки отсутствие каких-то частей, отсутствие, например, шпионажа очень сильно ощущается. Когда вы уже, знаете, обжились в мире Стелларис, когда вы поняли, как тут побеждать, уже начинает хотеться чего-то другого. И вы это можете найти, кстати, в мультиплеере. На удивление, стабильный мультиплеер, видимо, потому что делалось под рилтайм стратегию, а не под пошаговую. Я сыграл партию, правда, я думаю, в мультиплеере вообще не стоит надеяться на окончание партии, тут и против компьютера сложновато закончить. Но с живыми людьми очень весело играется, откровенно. Тем более, там можно вот эти все в союзы вступать, альянсы, федерации, там это намного интереснее, чем с компьютерными соперниками. Тоже рекомендую попробовать. Но, как я и говорил, вот эти все мои претензии на самом деле правятся патчами, фиксами и изменением баланса, потому что все-таки есть некоторые перекосы. Ну вот, хотя бы, вы понимаете, что тут побеждать возможно только военным путем, а есть у многих цивилизаций особенности, что они ксенофилы, то есть любители инопланетян, там пацифисты, у них штрафы к войне. Так спрашивается, зачем мне такое брать, если я победить все равно могу войной, да? Есть проблемы с балансом оружия. Говорят, что энергетическое и ракетное оружие намного лучше, чем кинетическое, что кинетическое совсем как-то слабовато. Кстати, я же совершенно ничего не сказал по поводу боевой системы. А дело в том, что ее тут просто нет, то есть тактически вам действовать никто не даст. Вы строите флот, он встречает соперника и начинают они там в автоматическом режиме друг с другом воевать. Тем не менее, в нижнем левом углу появляется определенная статистика, на основе которой можно сделать вывод о том, что у вас не так, потому что начальные такие параметры это сила флотов, то есть, например, там встречаются два флота 3000 силой и 5000 силой. Так вот, не факт, что флот силой 5000 победит, хотя, скорее всего, так и будет. Но если у него то оружие, против которого очень неплохо работают щиты, то, наоборот, скорее, можно проиграть. Более того, тут оказалось очень важно иметь в своем флоте все типы кораблей, то есть, вы начинаете вообще с корветов, самые маленькие, потом появляются эсминцы в течение исследований, крейсеры, линкоры, так вот, ни в коем случае я вам не рекомендую удалять, наверное, корветы, и у вас вот появились линкоры, и теперь у вас весь флот из линкоров. Вы можете очень сильно об этом пожалеть. У вас во флоте должны быть корабли всех типов, потому что корветы слабые, но верткие, и могут пробивать ваши неповоротливые линкоры. А если у вас нету противодействия в виде ваших корветов, то могут очень много проблем появиться. Но тем не менее, бои автоматические, и особо тактикой заниматься вам не придется, потому что даже тут нету смысла маневрировать. Флоты сходятся на определенном радиусе, и все, вы теряете управление, и начинают там друг с другом воевать. И даже нету смысла, например, в одной солнечной системе иметь два флота, потому что вам придется иметь двух адмиралов, чтобы усиливать их лучше, их объединить в один флот, и одним адмиралом уже воевать. Ну, музыка очень классная в игре, вы ее слышите на протяжении моего обзора, я бы ее описал как Вангелес из Бегущей по Лезвию, очень похоже на звуковое сопровождение этого замечательного фантастического фильма, и здесь в игре такая музыка получилась очень в тему, она добавляет к атмосфере много плюсов, о чем я еще не сказал. Интересная идея с переходами, вот как сделано вообще в разных компьютерных играх про космос. Вы либо летаете через тоннели между солнечными системами, либо просто через червоточины, либо без проблем можете летать между солнечными системами, но дальность вашего полета зависит от исследований. Что выбрали в Стелларисе? А ничего, они взяли все три способа. Идея простая, но почему-то раньше никто до этого не додумался. И теперь разные инопланетные нации используют разные способы перемещения между солнечными системами. Они там еще отличаются скоростью, отличаются временем вхождения вот в этот гиперпространственный переход. Это все баланс, все правильно сделано. Но идея классная и добавляет еще больше вариативности в игре. Особенно когда вы хотите на кого-то напасть и не знаете какой у него способ передвижения. Не сказал я еще о шестом ресурсе, о влиянии, но он просто меньше всего у вас накапливается. Но вы его тратите на покупку, или лучше сказать на найм ваших лидеров, губернаторов, адмиралов, генералов, на улаживание проблем в колониях, когда у вас там восстание, вы можете подкупить лидеры лидеров восстания, на переселение, ну то есть такой некоторый аналог культуры, если хотите. Можно его потратить на объединение в альянс или федерацию, если вы кого-то объявляете соперником, то у вас влияние увеличивается, ну и так далее. Ну, я думаю, в этом лучше вам разобраться самим. Если вы хотите посмотреть мой геймплей, то я размещал на сайте три записи стримов, ссылки на них, я думаю, появлялись в течение этого видео, либо посмотрите в описании к этому видео, либо просто поищите на моем канале по слову Stellaris. Но самый главный плюс Stellaris как стратегии, что даже на данный момент здесь огромное количество вариантов развития. И через рабовладение, и через строительство роботов, и с разным оружием, с разной защитой. Так что, пожалуй, на данный момент это действительно лучшая стратегия про космос. Еще пару слов скажу тем, кто говорит о том, что Мастер оф Орион теперь выглядит как жалкая поделка, что Эндлис Спейс 2 можно не выпускать. Все-таки, ребята, пошаговые стратегии это немножко другой жанр, в отличие от Stellaris. Это другая динамика, другое развитие. Вот у меня почему-то не появилось ощущение, что я перестал ждать Мастер оф Орион, или что мне не интересно, что там будет в Эндлис Спейс 2. Stellaris это одно, а пошаговые стратегии это все-таки другое, хотя дух в некотором смысле схож. наговорил я как всегда очень много, игра хорошая, хотел искать и показать как можно больше. Думаю, я сделаю пару гайдов для новичков в игре, о том, в чем я сам смог разобраться. Ну, а ваши комментарии я как всегда жду под этим видео. Поправляйте меня и добавляйте. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео, и раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну, и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что до света до конца, удачи и играйте в умные игры. субтитры субтитры Продолжение следует...